Добрый день! На примере данного видео хотели показать, как зачастую организована работа на наших объектах. Задача данного конкретного рабочего заключается в том, чтобы нарезать травентин. Но что мы видим? Мы видим только ходьбу, излишние перемещения туда и обратно. Еще один пример – фасадные работы. Видим, как много мусора вокруг монтажной люльки. Мы активизировали наш ИТР-состав, чтобы немного навести порядок, убраться. Но в чем опять проблема? Плохая организация работы. Элементарно не было накопителя, куда весь этот мусор складывать. И на следующем примере хотели показать, как высоко организована работа у японцев. Все четко, все под рукой. Все необходимые инструменты в поясе. Идет добавление ценностей. Виден прогресс, виден результат. Никакой ходьбы, никаких лишних перемещений. Таких примеров очень много и у нас, но они должны быть повсеместно. Вот хороший пример – наш сварщик. Посмотрите, как у него все организовано. Стол на колесиках, все необходимые инструменты под рукой. Можно выполнить работу качественно, быстро и очень легко. Еще один хороший пример – до работа не организована. Рабочий нагибается, делает все замеры вручную. После придумали такой станок с фиксаторами, где есть все условия, чтобы выполнить работу качественно, быстро и очень легко. Все инструменты под рукой. Очень легко производить бурение. Обратите внимание на рабочее место. Нет никакого мусора, все очень чисто. Мы можем работать так же, как и японцы. Еще один хороший пример лидерства и вовлеченности наших сотрудников – то, чтобы работа была высокоорганизована. Пример данный станок для сверления отверстий на фасадных панелях. Такая организация работы дает нам уверенность в том, что фасад будет смонтирован легко, быстро и качественно. Сейчас мы покажем, как применим ЛИН в офисе. Многие говорят, что ЛИН – это только для производства. Но вот вам яркий пример. Асель, она великолепна. Великолепна. Да, я прошла обучение в ДОЦе. 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 Вам понравилось? Мне понравилось. Мне понравилась сама программа обучения. Почему? Почему? Ну, то, что предложили бы вот в ЛИН-программе при обучении, можно будет использовать и нам это в работе. I have a question for you. Вот люди говорят, что ЛИН помогает на стройке. Но не в офисе. Там, где мы, да, строим дома, но не в офисе. Что ты думаешь об этом? На самом деле, это не так. ЛИН-программа, она может помочь не только там при строительстве дома, она и помогает и при жизни, и при работе в офисе. ЛИН-программа помогает everywhere. At home, at office, home construction site, everywhere. We can use it, we can apply it. Can you give me an example of how you've applied it here in the sales office real quick? Например. Можете быстренько такой пример показать, сказать, как вы применяете в офисе. В офисе, да? Ну вот, как я уже только что говорила, например, раньше на поиске документов нам нужно было очень много времени затратить на то, чтобы найти договор определенного клиента. Да, сейчас мы это упростили, вот там будет вам видно, мы вот разложили договора поименно. Да, например, каждый договор, у каждого менеджера есть своя полка, где мы ищем свои договоры. Помимо этого, например, ЛИНа, она же не только сокращает наш рабочий процесс, это еще сокращение определенных затрат. Например, сейчас мы сделали так, у нас есть три принтера, два цветных мы используем для клиента, там мы используем чистые бумаги. В черно-белом мы используем бумагу на обратной стороне. И обратно на наши объекты. Это не один какой-то конкретный пример. Таких примеров очень много. И зачастую мы просто не видим эти потери. И для нас это становится нормой. Нужно уметь правильно организовать работу перед тем, как ее выполнять. Это очень важно. Спасибо. И теперь иллюстрация. Старая индийская история. Один священник молился Ганеша и каждый раз ставил ему молоко. И пока он молился, приходил кот и пил это молоко. И священник очень сердился и ругался. В конце концов, он стал брать кота, сажать в корзину и потом ставить молоко и молиться. И так продолжалось изо дня в день. Старик стал старый и стал молиться его сын. И сын тоже брал кота, сажал в корзину и потом ставил молоко и молился. Пришло время, старик умер. Умер и кот. Тогда сын его нашел другого кота, стал его сажать в корзину, потом ставить молоко и молиться. Вот так и мы. Проблемы становятся для нас привычной традицией, ритуалом. Сначала мы должны кота посадить в корзину и только потом работать. Точно так же вот этот безобразие, бардак настройки для нас становится привычным ритуалом. Первый шаг. В первую очередь ты должен понять, где проблема. Видео показывает нам проблему. Шаг второй. То есть ты должен понять, что здесь имеются возможности. Возможность сделать твою жизнь лучше. И это все. Посмотрим на это рабочее место. Она похожа на то место, где можно легко работать. Видите ли вы какие-нибудь проблемы? Видите ли вы что-нибудь, что можно улучшить? Я задаю вам вопрос. Мы профессионалы? Или это просто наше хобби? Мы дети? Или мы взрослые? Я думаю, что даже дети знают, как лучше организовать это рабочее место. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok